В Чувашии запустили программу обязательного обучения плаванию школьников младших классов. Сейчас школы, в которых нет собственных бассейнов, заключают договоры с соседними спортивными комплексами, чтобы плавать научились как можно больше детей. Один раз в неделю третьеклассники 23-й столичной школы приходят в спортивный комплекс «Спартак», чтобы научиться плавать. Занятия бесплатные, родители довольны, а дети просто счастливы. Чтобы не бояться воды, надо поверить в себя. Плавание полезно практически для всех. Дети, которые систематически ходят в бассейн, лучше развиваются, меньше болеют. Кроме этого, умение плавать может спасти им жизнь на водоемах. В Чувашии ежегодно тонут дети из-за того, что не умеют держаться на воде и не знают элементарных правил. На занятиях ребят учат именно этому. Мне очень нравится ходить в бассейн. Я хожу из класса мне с папой и мамой. Я научилась плавать по собачьи, плавать на спине и нырять глубже под воду. Занятия в бассейне для учеников вторых-четвертых классов стали обязательными по указу главы Чувашии о дополнительных мерах по укреплению здоровья и содействию физическому развитию детей, подписанному в декабре прошлого года. До этого школьников некоторых образовательных учреждений тоже водили в бассейны. Только занятия в основном были платными. На протяжении последних лет мы постарались охватить плаванием многие школы города. Мы понимаем, что инфраструктура спорта в части плавания не сильно развита, потому что сегодня только у нас в девяти образовательных учреждениях имеются бассейны. И кроме того, к этим бассейнам закреплены микрорайонные школы, которые также посещают по графику данные спортивные объекты. Но таким образом, все-таки у нас около 20 образовательных учреждений, это треть школ города Чебоксары, обеспечена необходимой спортивной инфраструктурой в виде плавательных бассейнов. Остальные школы сейчас оформляют договор с городскими и республиканскими бассейнами. 10 тысяч детей уже учатся плавать в Чебоксарах. Остается найти места еще для 6 тысяч. В муниципалитетах, где нет бассейнов, власти будут заключать соглашения с физкультурно-оздоровительными комплексами близлежащих районов о предоставлении их услуг на безвозмездной основе. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.